Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой LED светильник от фирмы Xiaomi. Я не собирался снимать этого видео. У меня есть видео с распаковкой этого светильника. Но в комментариях один человек усомнился в его подлинности и показал фотографии внутренностей своего. Причем самое интересное, что у него как раз подделка, а это оригинал. И поэтому я решил снять это видео, где подробно вам показать, как все таки отличить оригинальный светильник от поддельного. Для этого давайте сначала рассмотрим именно вот этот мой экземпляр, который был куплен в магазине Gearbest и действительно является подлинным. Вот этот вот белый светофильтр, его можно поддеть ногтем или там чем-то ножичком, но я в данном случае я поддел ногтем, он на защелках и его можно вскрыть. Я уже это сделал. Вот показываю, значит у него сбоку, вот видите, раз, два, тут вот есть три, четыре и вот пятая защелка. С этой стороны защелки нету, поэтому вставлять тоже не перепутайте, внизу у нас выемки под защелку нету, а вот вверху у нас есть выемка под защелку. Поэтому с тем, чтобы правильно его собрать, не перепутайте, по-другому вставить оно не защелкнется. Итак, что мы видим внутри? Прежде всего мы видим шесть светодиодов. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть светодиодов, две микросхемы. К сожалению, вот по вот этим маркировкам, Google не смог мне ничего сказать, что же это такое за микросхемы. Стоит дроссель, но вообще так, судя по виду, отлично видно, что это стабилизатор тока. Импульсный стабилизатор тока. Причем очень качественный, очень надежный, ну, очень хороший. Дело в том, что если светодиоды включать просто через сопротивление, ну, это не совсем хорошо. Источники питания, пауэрбанки у нас разные. Один пауэрбанк может выдать пять вольт, другой может выдать, там, четыре и девять вольта, либо пять и два, пять и три даже вольта, либо пять и пять, есть и такие. И в этом случае ток на светодиоды у нас будет превышаться, и светодиоды будут работать уже с превышением потока, и быстро сгорят, перегреются и сгорят. Так вот, чтобы этого не было, и для того, чтобы этот светильник у нас работал даже при минимальном напряжении, когда у нас напряжение в том же пауэрбанке может упасть, ну, или от другого какого-то источника питания, до четырех вольт, вот, вот, эта схема обеспечит именно яркое свечение, вне зависимости от напряжения. Если сделать просто на сопротивление, то оно так работать уже не будет, и работать будет недолго, недолговечно. Поэтому, я не ожидал, честно говоря, что здесь такая надежная, реальная схема, навороченная. Я думал, что тут, действительно, думал, просто сопротивление стоит. Когда открыл, был удивлен. И вот я теперь понял, почему вот эти светильники такие дорогие. На самом деле, они стоят этих денег, и всё сделано очень, так это, качественно. Но это ещё не всё. Давайте открутим тут два болтика, саморезика, вернее, два саморезика. И посмотрим на плату. Плата у нас алюминиевая, то есть это не текстолит. Всё собрано на алюминиевые подложки. Эта подложка является радиатором, то есть когда светодиоды у нас светят, они греются, греются хорошо, ощутимо. И это тепло надо куда-то отводить. Если его не отводить, светодиоды перегреются, и деградируют, выйдут из строя. Кстати, вот в этой схеме, я более чем уверен, скажем так, на 99% я уверен, что здесь стоит ещё и термостабилизация. То есть, вот эта схемка следит за температурой. Если температура будет повышаться, то она ограничит ток, который поступает на светодиоды, и тем самым светодиоды у нас не перегреются. Это сейчас абсолютно стандартное решение для любых хороших LED ламп. Любые фирмы, именно классные, знаменитые фирмы, не подделки какие-то китайские, все работают именно по этому принципу. Следят за температурой, в случае перегрева ограничивают ток, чтобы у нас не перегревалось. Вот здесь это 99% что есть. Ну и дальше мы видим тоже алюминиевую подложку, которая является тоже радиатором и отводит тепло. Настоящие платы Xiaomi не бывают, вот в таких фонариках, не бывают на текстолите. И, ну они выглядят именно так. Дело в том, что Xiaomi делает всего одну модель таких фонариков. Других моделей, других вариантов, других разновидностей не существует. Вот. Итак. Вот так выглядит настоящий светильник Xiaomi. И еще. У светильника Xiaomi нету выключателя. Это нарисовано даже вот здесь, в инструкции пользования. Воткнули в Powerbank, лампочка засветилась. Вытащили, все, лампочка погасла. Выключатель используется вот на самом Powerbank, если он есть, конечно. Допустим, не на всех Powerbank есть выключатель. Вот на этом Powerbank выключателя нет. Вот эта кнопка, это просто фонарик. Ну а теперь давайте посмотрим на поддельную плату, на поддельный светильник от Xiaomi. Вернее, не от Xiaomi, а от китайских подвалов. Вы можете сказать, что возможно у фермы Xiaomi есть несколько моделей вот таких светильников. Ну что ж, давайте посмотрим, выйдем на их сайт и посмотрим, есть ли другие модели, либо модель всего одна единственная. Но смотреть нужно не на английской версии, потому что на английской версии сайта вы этот светильник вообще не найдете. В англоязычные страны он не поставляется. Поэтому смотреть нужно именно на китайском сайте, который выглядит вот так, item.me.com. Это, ну, сайт перевел хром у меня автоматически на русский язык, но тем не менее. Так вот, если вы выйдете на этот сайт, вы увидите, что модель всего одна единственная. Она бывает в нескольких цветовых вариантах. Вот мы видим пять цветов, но других моделей нет. Поэтому если где-то вы увидите, что у вас, ну, продают такие светильники с выключателями сенсорными, то это подделка. Фирма Xiaomi не делает вот такие светильники с выключателем. И об этом вот здесь представители Xiaomi прямо так и написали. Вот кто-то задал вопрос, есть там выключатель или нет. И фирма Xiaomi ответила. В этих лампах выключателя нет. Вот этот ответ вы видите автоматически переведенный на русский язык. Можно посмотреть его на родном, на китайском. Кто читает по-китайски, пожалуйста, прочтите сами. И убедитесь, что такие светильники с выключателем Xiaomi не производит. Это первое. Второе. Давайте же посмотрим на внутренности подделки. Вот перед нами фотография такого светильника. Я благодарю моего зрителя, подписчика, который показал вот эту фотографию. Большое ему спасибо, в принципе. И ролик-то я снимаю как ответ на его вопрос. Он сфотографировал свой светильник. И что мы здесь видим. Во-первых, вот эти вот края, видите, бахрома. Это нам говорит четко о том, что плата из текстолита. Как я вам уже показал, настоящая плата у светильника Xiaomi, она не из текстолита, а выполнена на цельном куске алюминия. Дальше. Светодиодов всего четыре. В оригинальном светильнике их шесть. Ну и соответственно, вот видите, вот оригинал, а вот подделка. Вот этот светильник с сенсорным выключателем. Вот эта микросхема и транзистор, это не стабилизатор тока, это обычный сенсорный выключатель. Кнопка. Включить, выключить. А стабилизатор тока здесь просто-напросто отсутствует. Вместо него обычные сопротивления. Причем их не четыре, как по идее должно быть на каждый светодиод по одному сопротивлению, а всего два. То есть одно сопротивление на два светодиода. Это совсем не хороший вариант. Во-первых, четыре светодиода дают меньше света. Во-вторых, они греются. Тепло отводится некому. Плата у нас из текстолита, которая тепло не проводит. Но и стабилизатора тока нету, я об этом уже говорил. Так что, вот посмотрите, вот так выглядит оригинал. И вот так выглядит подделка. Если вы купили такой светильник на Алиэкспрессе, вскрыли и увидели вот такую плату, ну либо какую-то другую плату, отличную вот от этой платы, знайте, что вам прислали подделку, смело открывайте диск и возвращайте все деньги обратно, как за подделку. Ну, в принципе, вот и все, что я хотел вам сказать. Не попадайтесь на подделки, имейте ввиду, что на Алиэкспрессе оригиналов почти нету. Я вам уже показывал вариант с наушниками, да, от Xiaomi. Кто не видел, посмотрите, ссылочку я прикреплю под видео. Китайцы научились делать подделки очень качественно, ну, внешне. Внешне не подкопаться. Вот только работают они не так, как оригинал. Совсем не так. Поэтому покупайте оригиналы и не попадайтесь на подделки. Ну, еще я хотел вам сказать по цене, вот здесь. Значит, оригинальный светильник, вот это розничная цена, на сайте Mecom, у самой фирмы Xiaomi. Стоит 19,90 юаней. Ну, грубо говоря, 20 юаней. То есть на рубли это примерно 200 рублей. Это цена без доставки. По Китаю без доставки куда-либо еще. Это вот рекомендованная розничная цена для продажи. Поэтому дешевле эти светильники продаваться могут, конечно, но возникает вопрос о подлинности. Большие скидки могут делать только очень крупные магазины. Например, как Gearbest. Там да, во-первых, они покупают оптом, покупают большие партии, совсем по другим ценам. Плюс ко всему, вот эти светильники очень часто фирма Xiaomi прилагает бесплатно к своим пауэрбанкам. Пауэрбанки продаются отдельно, а светильники магазину остаются практически бесплатно. И вот именно вот такие светильники бесплатные, они потом участвуют вот в таких акциях. Но, опять-таки, это может делать только крупный-крупный магазин. Обычный торговец на Алиэкспрессе такой возможности не имеет. Поэтому, если вы видите на Алиэкспрессе вот такой светильник, там, как мне писали, 54 рубля, 55 рублей, это даже 100 рублей. Эта подделка, она вам не нужна. Даже бесплатно, даже если вы купите, потом докажете, что это подделка, вернете деньги. Но я не думаю, что оно вам надо. Но сгорит оно у вас очень быстро. Там, пойдете в тот же поход, оно у вас сгорит. А зачем? Вам что нужно? Чтобы оно светило, вам нужна хорошая вещь, надежная, качественная, которая ярко светит и долго. Либо вам просто нужно какое-то жалкое, я не знаю, что. Ну, в общем, вот и все, что я хотел сказать. Светильник отличный. Светильник очень рекомендую, действительно, к покупке. Особенно туристам, кто ходит в походы. Потому что плоский, место не занимает. Очень легкий, практически он ничего не весит. Очень удобный, гнется для освещения в палатке. Вообще милое дело. Ну и так, для дома, если выключили свет, конечно, штука классная. Ссылочка на лот в описании под видео. Выходите, покупайте. Ссылка на оригинал. Все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...